Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалам алейхам. Мы продолжаем с вами изучать книгу «Деяния апостолов». И сегодня пришел черед читать и рассуждать над 10 главой. Мы возьмем ее сегодня только первую часть. Здесь мы с вами читаем такие слова. Первый и второй стих. В Кесарии жил человек по имени Корнилий, офицер римской армии, служивший в так называемом итальянском полку. Это был человек благочестивый, боящийся Бога, как и все его домочадцы. Он щедро выделял средства на помощь бедным евреям и регулярно молился Богу. Что мы знаем о Корнилии? Прежде всего, нам Священное Писание говорит о том, что он был центурионом, то есть сотником, принадлежавший к итальянскому полку. То есть, судя по всему, он не был евреем. Что, собственно говоря, и подчеркивает следующие слова, что он был боящимся Богом. Так называли две категории людей. Первая категория – это те, которые готовились принять иудаизм и проявляли свою духовную жизнь прежде, чем это происходило. И вторая категория – это люди, которые, в принципе, жили некой духовной жизнью, при этом не собираясь становиться иудеями, проходить через обряд гиюра и обрезания. Мы видим с вами, что он занимается благотворительностью, и это очень важно. Почему? Потому что иудаизм всегда во все времена уделял особое внимание тому, что для благочестивого человека заниматься, давать здаку, заниматься благотворительностью, жертвовать – это естественное его состояние. Далее мы видим, что он регулярно молился Богу, что тоже подчеркивает его как человека верующего. Со времен Вавилонского плена было принято минимум молиться три раза в день. И тот факт, что он во время шахарита, утренней молитвы, находится на молитве, как раз нам и показывает, что он был человеком верующим. Мы с вами читаем об этом в третьем стихе. Однажды примерно в три часа дня, это как раз время молитвы шахарит, он ясно увидел в видении Божьего ангела, который вошел и сказал ему Корнилий. Корнилий испуганно посмотрел на ангела, что господин спросил он. «Ангел говорит, твои молитвы и твоя благотворительность дошли до Бога так, что он помнит о тебе. Пошли люди в Яфа, пусть они приведут человека по имени Шимон, известного также как Кефа». Итак, во время шахарит, утренней молитвы, когда в обязательном порядке читается «Шма Исраэль, слушай Израиль» и читается «Амида», это очень особенная молитва еврейского народа, он видит ангела, у него даже не возникает вопросов, кто этого ангела послал, он просто интересуется, что ему нужно делать, и я хочу заметить, что он поступает точно так же, как поступали многие мужи веры на страницах Священного Писания, когда к ним обращался Бог, не задавая вопросов, просто исполняя то, чего Бог от него хочет. Мы с вами читаем дальше шестой стих «Он гостит у Шимона-дубильщика в доме у моря, когда ангел, сказавший ему это, ушел, Корнили позвал двух домашних рабов и одного из своих адъютантов, благочестивого человека, объяснив им, все, направил их в Яфу». Ну а Шимон и Кожевники, я уже говорил, когда читали предыдущую главу о некоторых заблуждениях, связанных с ним, если хотите, посмотрите об этом. Гораздо важнее тот факт, что Корнилий, как мы и сказали, спешит незамедлительно исполнить волю Божию, для этого выбирает, причем один из них был его адъютант, и тут снова мы видим характеристику благочестивый человек, то есть человек, который стремился жить в соответствии с заповедями Божьими, и отправляет их к Петру. На следующий день, около полудня, когда они были в пути и приближались к городу, Кефа поднялся на крышу дома помолиться. Он почувствовал голод и захотел что-нибудь поесть, но пока готовили еду, он впал в полусознательное состояние, и увидев, как небеса раскрылись, и на землю опустилось что-то вроде большой простыни, поддерживаемой за четыре конца, на ней находились всевозможные четвероногие, присмыкающиеся и дикие птицы, затем к нему обратился голос «Встань, Кефа, заколи и ешь». Однако Кефа сказал «Нет, господин, ни за что, я никогда не ел ни кошерной пищи». Интересно, что Кефу мы тоже застаем в период, когда он молится, это время после 12 часов дня, то есть время молитвы, которая называется Минха. Судя по всему, он не имел возможности прийти в это время в Бет-Кнессет, возможно, просто его не было, я имею в виду синагогу, возможно, синагог просто не было поблизости, поэтому он поднимается на крышу, и вот он видит вот это особенное видение, в котором ему предлагается съесть еду не кошерную. Надо понимать, что Тара очень строго говорит о том, что подобную пищу есть нельзя. Мы используем слово «не кошерное», это в принципе объединяет в себе все понятия, которые нельзя еврею, то есть кошерное можно, не кошерное нельзя. В данном случае речь идет о пище, и мы с вами читаем дальше так, 15 стих. «Голос проговорил ему во второй раз, не считай нечистым то, что очистил Бог». Это повторилось трижды, и тотчас простыня поднялась обратно на небеса. В то время Кефа терялся в догадках, что это могло означать такое видение. Люди, посланные Корнилием, расспросив о доме Шимона, остановились у ворот и крикнув, спросили, не здесь ли остановился Шимон, известный также как Кефа. Кефа все еще размышлял над видением, когда Дух сказал «Тебя ищут три человека». Интересно, что очень часто этот текст используют те, кто оспаривают необходимость кашрута для уверовавших в Ешуа. Как бы говоря о том, что вот, значит, теперь благодаря этому видению можно есть все подряд. Я категорически с этой точкой зрения не согласен по отношению к еврейскому народу. Смотрите, мы с вами прочитали, во-первых, несмотря на то, что видение было очень ясным, и слова прямые звучали к Кефе, к Шимону, к Петру, он продолжает теряться в догадках, то есть он продолжает не понимать, о чем это речь. То есть если бы он понял, что это речь про еду, то тогда зачем было бы ему дальше об этом размышлять. И в тот момент, когда он еще продолжает об этом размышлять и рассуждать, сам Дух Святой ему подсказывает, вот смотри, три человека ищут тебя. То есть по идее после подобного видения у Кефа было два варианта. Первый вариант взять и отбросить все это видение прочь, и он имел на это основание. Почему? Потому что она противоречила Священному Писанию, прямому запрету Торы. Второй вариант, который был у Кефа, и безусловно он здесь прослеживается, это попробовать найти в этом какой-то другой смысл. И Дух Святой, собственно, ему и подсказывает, вот люди, которые пришли, как мы с вами прочитали, Кефа все еще размышлял над видением, как-то Дух ему Святой сказал. То есть Дух-то Святой видит размышления Кефы, и он ему помогает, он ему подсказывает. И забегая вперед, могу сказать, что в 28 стихе написано, что там прямой намек на то, что Кефа так и воспринял, что речь идет о людях. И это все позволяет мне сделать вывод, что для еврейского народа, даже для тех, кто из-за евреев веровал в Ишуа, Кашрут и другие моменты из закона продолжают оставаться, быть действительными. И, может быть, с некоторыми даже не оговорками, а разъяснениями, о чем по ходу текстов я еще буду говорить. Но вместе с тем никакой отмены закона здесь быть не может. Я еще раз подчеркну, здесь речь я веду исключительно о еврейском народе. И то, что касается для уверующих не из еврейского народа, я призываю вас посмотреть мой урок, который рассказывает о сыновьях Ноя, о потомках Ноя и о самом Ное. Я думаю, что этот урок вам разъяснит мое мнение на этот счет. Дальше мы с вами читаем так. Встань, пойди вниз, без всяких опасений, иди с ними, потому что я послал их. Когда Кефа спустился и спросил у этих людей, вы искали меня? Вот я. Что вас привело сюда? Они сказали Корнилию, римскому офицеру, человеку, честному и боящемуся Бога, которого глубоко уважает весь еврейский народ, святой ангел повелел привезти тебя себе домой и выслушать все, что ты ему скажешь. Тогда Кефа пригласил их остановиться у него, и на следующий день он поднялся и отправился с ними, взяв с собой некоторых из братьев из Яфу. Что мы здесь видим? Мы видим, прежде всего, что Шимон однозначно теперь понимает значение этого видения, как он должен отнестись к этим людям. Он не задумывается и не задается вопросами. Он спрашивает, что делать, а они ему рассказывают, что делать. Будучи человеком мудрым, Кефа делает две вещи. Во-первых, он предлагает им переночевать, действительно отправляться в ночное довольно небезопасное путешествие, несмотря на то, что там, видимо, был и солдат римский, или, может быть, даже не один. Не имело просто смысла. Можно было встать утром и пойти. И второе, он берет вместе с собой пару братьев из Яфы, что тоже очень важно. Почему? Потому что мы с вами исходим из практики, которая принята в жизни. Всегда хорошо, если есть с тобой спутники, которые знают, которые могут тебя поддержать молитвенно, которые могут стать свидетелями твоего служения, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому Петр не сомневается, он просто предлагает им переночевать, и утром вместе с ними всеми он отправляется в дорогу. Вот такая замечательная первая часть нашей десятой главы. О том, что было дальше, собственно, в доме самого Корнилия, мы с вами поговорим в другой раз. А сейчас я хочу всех благословить вас. Большим еще о Машеях. Будьте благословенны. До встречи на следующей неделе. Аминь.